Популярная певица Анита Цой многого достигла в своей жизни, за ее плечами несколько высших образований, успешная эстрадная карьера, прекрасный брак и воспитание сына. Мало кто знает о семейных тайнах, которые она хранила много лет и решила рассказать Лере Кудрявцевой. По словам Цой, ее отец ушел от мамы, когда девочке был всего лишь год. Главная причина заключалась в том, что папа хотел мальчика, но родилась Анита, что его очень опечалило. Поэтому маме пришлось сам и воспитывать дочь. Она много работала в исследовательском институте, чтобы обеспечить семью, но однажды пришла беда. Мама Цой очень увлекалась трудами ученого Андрея Сахарова, которого неожиданно объявили врагом народа. Элоиза Юн не стала отрекаться от кумира, а открыто выступила с критикой власти, после чего ее отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Домой она вернулась через несколько недель. «Я увидела изрядно постаревшую женщину с серого цвета лицом, в которой не узнала свою маму. Человека с потухшими глазами, который не мог сидеть, не мог говорить, привезли овощи. Это была не моя мама вообще», говорит Анита. По словам Цой, Элоиза сопротивлялась и не хотела принимать нужные препараты, но врачи настоятельно рекомендовали не прерывать курс. Когда мама приходила в себя, то она продолжала ездить к Сахарову, чтобы поддержать его в трудную минуту. Ее не пускали в город горький и снимали с электрички, после чего она снова и снова попадала в клинику. Через несколько лет Михаил Сергеевич Горбачев оправдал Сахарова, в этот момент вся семья была дома и посмотрела на Элоизу. «Мы насильно пичкали ее таблетками, клали эти лекарства под язык, держали рот закрытым, пока она не съедала его. Мать лежала на диване как овощ, а у нее текли крокодильи слезы. Мы убивали ее своими собственными руками. Все ее здоровье, пытаясь вылечить, потому что верили тому, что говорят по телевизору. А она все это время хотела до нас достучаться, сказать, что она нормальная», — вспоминает Сой. После этого начались долгие годы реабилитации, потому что весной и осенью у женщины начинались проблемы. Пять лет назад она забрала ее из клиники, построив дом на своем участке. Сой пообещала, что больше врачей в ее жизни не будет, хотя сейчас понимает, что ей уже 80 лет, и ей могут понадобиться специалисты. Как мне быть, я не представляю. Потому что для нее все врачи — враги, она не может рядом с ними находиться. «Мне потребовалось много лет, чтобы она начала мне доверять», — призналась Анита. Ситуация усугубляется тем, что у артистки не сложились отношения с собственным отцом, которого она видела в жизни всего лишь несколько раз. Он не проявлял желания общаться с дочерью, пока не узнал, что она вышла замуж, и ее муж через некоторое время стал зарабатывать приличные деньги. В одну из встреч он мне сказал, «Если бы я знал, что ты так удачно выйдешь замуж, я бы не ушел от твоей мамы». «Можешь попросить мужа помочь мне с работой», — вспоминает Анита. Но ее отец, напротив, отрицает всякое общение со звездной дочерью. По его словам, он стал участником нескольких телепередач, чтобы пообщаться с ней, потому что иного выхода у него нет. При этом мужчина отрицает, что Анита помогала ему, когда у него случился инсульт. Хотя Цой лично договаривалась с врачами и специалистами. «Она девчонка никчемная, через Сергея Петровича пробилась. Она для меня чужой человек, у меня к ней внутренняя неприязнь. Она меня все время обманывает. Что она звонила и помогала, все это басни, мне стыдно, что я ее отец», — признался Сергей Ким. В эфире программы «Секрет на миллион» Анита Цой не решилась раскрыть свой главный секрет, отметив, что пока не пришло время для него. В конце съемок она не смогла сдержать эмоции и расплакалась, пообещав бороться со своими проблемами до конца.